Всем ребят, привет! Сегодня будет интересное видео, на котором будет дружная компания, приедут гости и будем копать в этой местности. Так что приятного вам просмотра! Так, давайте Александра поздравим с его праздником, подарим ему вот такой значок. Паша, хорош жрать, Паша. Смотри, борода какая, блин. Сейчас, короче, когда вон тебе будут грязные, мы дойдем до этого, до черного ворона. Сереж, хорош пить, Сережа. Соль, соль, соль. Жень, хорош готовить. Жень, соль надо. Хорош жрать, Жень. Соль, давай. Кирюх, хорош курить, Кирюх. Блин, ну так получается. Костяночек, хорош играть. Это Костя. Ириш, хорош пить. Хорош пить. Ребята, Серега в группу там скидывает. Завидуйте, ребята, завидуйте, кто не приехал к нам. Вон там. Красота, готовится к плот. Разливай борода. Где татарская водка? Татарская водка? Нет, это что, это бред. Давай на цвету беленькой. Да, вот. Это не реклама. Это не реклама. Смотрите, плов в каком состоянии. Итак, ребята, доброе утро. Начинается новый день. Клад это интересно. Много кому не достаются эти клады. Сейчас я приготовил стопочку медных монет и положил друг на дружку. И давайте посмотрим, много в принципе приборов. И какие приборы видят эти клады, а какие нет. Так что приступаем. Лежит стопка друг на дружке. И давайте посмотрим приборы, какие клады видят, а какие нет. Венег 800. Ребят, не видят. Крашка в катушке. Ну ты, 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 странно, такой бы не копал бы. Верно? Ну, в принципе, да. Ну, смотрите, сигнала нету. ВДИ немножко что-то выдает, но ВДИ безобразно. Видят, да? Что у тебя показывает этот прибор? Копаем мы сюда? А он показывает, как раз таки, железо. А ты такой бы и не копал, да? По звуку, по звуку я бы засомневался. Да. Ребят, сейчас будет у нас Fischer 75. Теперь АТ-Макс. Гарбовский. Да, терка, ребята, без вопросов такой вот кладик подымет. Так же, как... Вот, так чистый. Глазар, четко. Я, он, это один, не смешно. Давайте тоже пройдем. Все те же самые приборы. 800-й не вели. Ребят, 800-й не вели. Да, и кайф. Посмотрим, как они будут у нас сигналить. Вот, это настоящий клад. Допустим. Красотень. Ветерок. Прохлада, солнышка нету. Вообще зачет. И первая сегодня находка, ребята. Сигнал, конечно, был невзрачный. Пробочный сигнал на Ванише показывал 20-21. Прыгал немножко. И выпала вот такая деньга. Достаточно бодрая, хочу вам сказать. 1750 год. Хороший. Это Елизавета. Елизавета. Неплохой такой, неплохой. Ну, с почином. Очень приятно, когда первый на копе попадается медный царь. Вернее, царица. Зачет. У нас комрады подъехали с Тольятти. Вот один там. Один там. И вон девушка у нас копает. То есть сегодня у нас не без девчат. А вон там старая команда моя. Михалыч, Диман Юданов, Диман с Тольятти. Вот они приехали вчера. И ждали сегодня нас. Ладно, хорошо. Травка поднялась уже. Писю не щекочет. Но все равно уже неприятно. Неприятно. Вон комрад ходит. Вон комрад ходит. Кругом в нашей человеке. Чуть позже вон туда мы отправимся к речке. Ну, а пока ладно. Пока так. Пока так. Пойдет. Пойдет. Первая старая планета. Итак, ребят, можно поздравить комрада, который приехал к нам из Тольятти. А вот с такой вот верховой. 24-й год. Хочу сказать, сохран-то хороший. Трешка 24-й. Бодрая. Окислов нету. Зачетная монета. Своих денег точно после чистки будет стоить. Вот реально. Сколько она сейчас я вам показываю, столько она реально будет стоить. Хорошая монета. Поздравляю. 400 рублей, если не ошибаюсь. Прикольно. Держи. С первого месяца, да? Да. Случилось, хотя бы. Еще есть. Еще, сейчас есть. Да. Вот тут камни. Все. Кончилось. Ладно. Вон еще одна. Ребят, машина. Но она не с нами. Приехала тоже с Самары, Камрад. Дача у него в ближайшем населенном пункте. Вот так что познакомились. Тоже есть находки верховые. У него американец. Технологс какой-то там. Вот так что тоже копает верховые. Ребят, вернулся. Заснять пятачок. Да-да, ребят, пятачок. 1876 год. Для своего года я считаю, что неплохой. Стоит мой одногодний. Почти двух и одногодний. Разница только в 100 лет, да? И вот такой вот пятачок александровский. Зачет, зачет. Причем котлованчик маленький. И это уже третья монета из этого котлована. Да, терочка. Терка рулит. Да пошел ты. Терка рулит. Терка, блядь, древний век, старый век. Ну-ну-ну. Сейчас рулит Ваня, шьешь ты. Но не на фундах. А по верхам. Вот с этого места пока как-то вот так вот. Неплохо. Я считаю, смотрите, ямка-то всего-то где-то. Даже метра на метр нет. Я думаю, фундамент будет зачетный. А у товарища пока. Пойдет. Ребят, подъехали еще камрады. Кучка целая. Там камрады. И камрад вкуснях вот копал. Трешка кричит. А год, смотрите, какой. Ребят, двадцать седьмой год. Трешечка. И это дорогая монета. Вы уже знаете ценник. Дзинь-дзинь. Ну, с охрана, конечно, удручающий. Вон приехала. Паша приехал в Казани. Надо будет сейчас идти встречать. Ладно, пошел я. Ребят, красотища. Камрад там. Раз, камрад, два, камрад, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Камрадов. Я хожу по верхам. И вот она. Не знаю, по размеру копеечка. Николай, наверное. Хотя... Хотя, не знаю. А, две копейки. Две копейки Николаевские. Тысяча восемьсот... Тысяча восемьсот какой-то год. Сказать точно не могу. Нахожусь в перчатках. Камера тоже у меня в перчатках. Приблизить не могу. Но факт есть факт. Вот верховая. Пацаны кругом шурфят. Мы от своего лагеря ушли. Вон тот вон. Кустик. И мы сюда пришли. Потому что здесь вкусняшек много. Вон иду сейчас вот к этой делегации. Посмотрю, что у них... Посмотрю, что у них на шурфе находится. Потом к тем подойду. Тоже засниму. Так что, я думаю, будет сегодня очень интересно и весело. Ждем основную делегацию. Чуть позже к вечеру приедут. Итак, ребят, тут кричали. Именно Паша с Казани. Говорит, иди лопатой ушатай Кирюху. Кирюха поднял понету. Достаточно интересную. Но интересную в чем? В том, что... Давай, показывай, ешкин кот. Сейчас лопату я свою не взял. Наверное, воспользуюсь. Ну-ка, давай. Не надо мне это сердце портить. Ребят, смотрите, какой шикарный сохран. Смотрите, какой шикарный сохран, а. Орел. Это низкопрофильный. Проблема только вот тут. Ёщ, твоя налево, ребят. Вон, смотрите, как ее трахнуло. Вы только посмотрите, а. Ну, ничего страшного, ребят. Ничего страшного. Я лучшего результата с сохраной пятака. Я лучшего тоже не видел. Сохрана не видел. Вот вы только посмотрите, низкопрофильный пятачок. 1863 года. Е-Эмовский. Сохран, смотрите, я даже вот так вот преподнесу, чтобы вы видели. Смотрите, какой профиль. Вот что перебивало. Да иди ты своим. Перебивало, рядом лежало. Я не думал даже то, что монет, честно говоря, просто сомнительный сигнал. Ну, блин, Кирюх, пятак вообще огонь. Я вот лучше пятака еще за все время копа не видел. Смотрите, какой пятак. Кирюх, вообще. Вообще низкопрофильный пятак, ребят, смотрите, а. Ну, вообще огонь. Я думаю, Кирюх сегодня это, не зря приехал с Казани, да? Не зря. Не зря, да? Пальчик, пальчик кверху, да? Красавчик, красавчик, ребят. Придется ему это проставляться. Проставляться, потому что здесь ходили, переходили кучи камрадов, а он дернул пятачок, ребята. Пятачок. Что за прибор-то? Ну-ка, рассказывай. Квазар-РМ, ёж твои налево. Ребят, Квазар, твою дивизию, я слышал в интернете со снайперкой. Квазар, ничего себе, вот это, да? Вон, видите, рядышком идет 800-й веник, а Квазар поднимает пятаки. Костяныч, тебе не стыдно, Костяныч? А я вообще-то оттуда не дошла. Да какая разница, ты прошел там же, где и он, ёшкин кот. Вот, Квазар. Если бы он меня зацепил, он бы зацепил. Квазар, Костяныч. Ниже был. Ниже был, ну ладно, ладно. Простительно, ёшкин, ну, блин, а я лопату свою не воткнул. Где вот теперь мой прибор находится? Ёш твои налево. Где-то там. Итак, ребят, подхожу на шурф добрых камрадов. В основном терочки. Ну, и здесь Дуська есть. Дуся, Дуся. Почему Дуся? Ну, потому что девушка. Девушка Дуся. Так, рассказывай, что здесь у нас интересного есть вообще. У тебя какая была, 24-й? Да. Ты еще скажи, 25-й есть. Да, 24-й, 24-й. Так, копеечка, ребят, 24-й. Ну, сохранчик, в принципе, ну, не дурно, не дурно, не дурно. Смотрите, какой. Бутылочки. Бутылочки, мне интересно, только с надписями. Надписями там с гербом. Да, да ладно. Но она это морозом коцаная. Ох, 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 ребята. Мамилья какие-то. Ух ты, смотрите, какая бутылка, ребята. Вот, царская символика. Внизу надпись. Брон. Брокер. Брокер? Брокер ЭК или что такое? Брокер даже? Или брокер. Ничего себе. Ну, она, ребята, морозом покоцаная. Ее сдавила и вся в трещинах. Ну, такая бутылочка ничего интересного из себя не представляет. Только историческая может быть ценность. Но в плане продажи и денег, я думаю, нет, ребята. 100-200 рублей максимум. Вот, шурф. Здесь пацаны разработали нормальный. Шурф такой, смотрите, не глубокий. Всего на полтора штыка лопаты. Вот. И по находкам. Увидишь, наверное, одна вторая. Я вижу, что одна вторая. Лишь бы зрители увидели. 1897 год. Ну, я хочу сказать, не рядовая. Обычные рядовые. 99 год. Вот. А это 97 год. По цене я не знаю, но вы уже, наверное, знаете. Дзинь. Дзинь. Вот. Пароходы я тоже показал этой монеты. Дальше. Что у нас тут интересное? Пятак я уже показывал. Трешку показывал. Двушка, да? Не, копейка. Копейка Николаевская. Ну, в принципе, неплохой сохран. Хорош. Я думаю, почистится, будет хороший. Да. По советам, конечно, говно. 27-й и 31-й две штуки. Да, ну, вот вроде дорогая, да, ребята. Дорогая монета. Трешка 27-го года. Но на ней окислые. И будут язвы после чистки. То есть, стоимость данной монеты из себя ничего не представляет. Ну, вот бутылочка. Ох, какая. Еще одна бутылочка. Прям просто. Красивая. Очень красивая. То, что, я не знаю, это, блин, заводской такой дефект или что? Нет. Это, это, корешки погонили. А, корешки. То есть, окисел пошел, да? Окисел. Говорят, что стекло ржавеет. Михалыч подъезжал. Михалыч уехал, к сожалению. Я хотел вам мастер-класс по шуфу показать от Михалыча. Вот. Ну, ладно. Уехал, уехал, ну и хрен с ним. Вот, бутылочка хорошая, хорошая. Вот, это микстура. Ну, в принципе, неплохо. Это петлица. Это от старой бутылочки. Горлышко. Зачет. Так, что у нас? Дуси подняла. Рассказывай. Сейчас, наверное, хоп, выложить, да? Там, там, там. Да нет, там. Попробуем. 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 Все диаметром меньше копейки. Ну, Деос отличается этим. Так, а здесь, ребята, ну, смотрите. Все то, что не поднимает остальные приборы, Дуси цепляет. Это у нас пятачок 46-го. Это, наверное, двушечка. Да, колокольчик, обломок. Ну, интересный. Так, это шурфа, сразу видно, бусина. Это у нас пуговка, гирька, лысая, к сожалению. Ну, и конинка. Ребят, вот чем хороша Дуси, ребята, она цепляет там, где остальные приборы просто могут пройти мимо. Так, чуть такое. Вот, так что Дуся, я, конечно, ее критикую, потому что ее хочется иногда просто загнуть под, я не знаю, под березку. Просто-напросто. Но Дуся ищет там, где другие приборы не в силе найти мелочь. Вот, так что я только хочу сказать, что кто-то хочет, если приобрести Дусю, выбор ваш правильный. Так, это у нас Патриот Белый, который в Тольятти. Сейчас пройдемся туда, куда разбежались пацаны. А, они разбежались уже. Ладно, вот товарищи из Самары. Павлушку поймали. Павла. Павла. Павлушку. Ну, красавцы. От лагеря мы отошли. Вон оттуда, вон, ребят. Ну, наверное, ну, примерно 700 метров. И вот здесь вот у нас вот закладывают пацаны шурфы. Ну, не только пацаны. Тут и девчонки с Дуси крякают. Да-да, крякают. Кря-кря. Кря-кря. Ну, там вот прям вкусняхи. Там были вкусняхи. Прям пятачок только что вам показывал. Идеальный. Ну, Камрад Рокожоп по ней засадил. Классно. Так, что у нас тут? Галяк? Да. Копочки. Тарелочки. Самое хорошо, что пацаны шурфят, то, что особых ям нету. То есть они за собой, видите, да, закапывают. Там прозвонили, за собой засыпали, и получается вот такая вот. Никакой ямы не получается. Горка получается. Да, горочка небольшая, а самое главное ям нет. Зачет. Продолжаем ходить, но мы ходим по верхам. Шурфить мы, наверное, будем вечерком. Вечерком. Итак, ребят, продолжаем свой коп, но некоторые люди, некоторые Камрады, спешат домой, решат дела. Вот. В данный случай у нас Атомкопа, Виталий Кладешников, если кто не знает, наш модератор, откопал сегодня. Не густо, но и не пусто. Еще три копейки забыл принести. Тридцать первый год. Не знаю, разновид, мы пытались что-то разглядеть, но он у нас немножко такой в окислых. Не знаю, может быть, разновидность. Но порадовал то, что он домой сегодня едет с серебром. Это 20 копеек серебряные. Так что с серебром едет у нас Виталий. Вот. Некоторые Камрады гоняют по полям, тоже сейчас едут в соседнюю деревню ковыряться. Ну, а с Виталием, что мы попрощаемся, Виталий. Спасибо за коп. Пока-пока. Спасибо вам. Кстати, я покажу то, что он сегодня нам предоставил для дальнейшей. Грубо говоря, может быть и для сенсации. В ближайшее время, скоро, может быть, в этих полях мы кое-что прикопаем. Да, Виталий? Да. Прикопаем. Прикопаем. Обязательно. Все, давайте, я вам обязательно покажу, что же он нам предоставил. Я все говорю, 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 но грядет тот момент, где прикопаем несколько килограмм. Несколько килограмм монет. А что именно, может быть, вы видите. Ладно, Виталий, все, пока. Давай. Спасибо за коп, Виталий. Нет, давай. Итак, ребят, только что попрощался с атомом копа, с нашим модератором. Показал двушку, ой, двадцатку серебряную. И вы знаете, первый, какой я начал сигнал копать, вот он лежит. Кто-то шурфил здесь, причем сегодня. И был сигнал, и выпала серебряная пятнашка. Двадцать, двадцать третий год. Смотрите, хорошая. Хорошая темная пятна. Зачет. Что, с почином? Первое сегодня у меня серебро. И это классно, классно. Некоторые комрады на двух машинах уехали в соседнюю деревню. Вот. Говорят, здесь что-то не прет. Ну, как вы видите, у нас вроде как, у нас прет. Ладно, с почином. Вот такая вот серебрушечка, пятнадцать копеек, выпала. Грубо говоря, верховая. Зацепился. Причем, копки здесь были. Я продолжил копок, и выпала. Зачет. Забираем. Класс. Итак, ребят, вышел я только что вот из этого лесочка. Там фундамент битый. Прямо отчетливо видно очертания дома. Но он шурфленый. Но все равно на засыпке я поднял медно-никелевую двадцатку с сорок второго года. И вот двигался. Вот видите, да, следы. Двигался я в направлении, по идее, нового фундамента. Видите, да, очертания. Трава выше, чем рядышком находится. Цвет травы совсем другой. И дальше там тоже фундамент. Вот. И здесь вот должен быть и очередной фундамент. Судя по копкам, которые сделаны, раз копок. Два копок. Это не столь давно. И здесь вот был отчетливый сигнал. Не знаю, что за монета. Но это кругляшок. Это точно. Я его долго гонял. Долго гонял. Что это у нас? Это у нас... Пролетариаты всех стран. Соединяйтесь. Три копейки двадцать четвертого года. Хорош. Хорош. Долго я его гонял. Он то пропал. Походу, бабальчиком поднялся. И я его не видел. Но я продолжал его копать, копать, копать. В итоге вот выпал вот такой вот зачетный монитос. Двадцать четвертый год. Три копейки. Четыреста рублей. Если память не ошибается. Вот. Сохран я вижу. Ну, неплохой. Неплохой. Недурный. Так что, ладно. Чё-то пацаны рассосались. Наверное, в лагерь пошли, что ли. Время уже подходит к завершению. Как бы дневного копа. Будет еще ночной. Обязательно. Песня под гитару. Вот. Мы пока... Вот. Улица проходила вот. Видите, да? На той стороне тоже. Фундамент раз. Фундамент два. Три. Четыре. Эти два ковыренные. Эти два нетронутые. Последующие тоже два. Вроде как нетронутые. И перспектива имеется. Судя по монете. Которую я только что отыскал. Хорошо. Хорошо. Продолжаем. Есть. Есть монеты. Итак, ребят. Только что в этой ямке. Вот здесь вот. Да, по-моему, здесь. Трешка была 2,4. И следующий. Вон. Сигнал. Достаточно. Ну, для... Я считаю, что глубокий сигнал. Потому что травка уже сантиметров 25. И четкий был сигнал. И я хочу это в онлайне снять, ребята. О, да. Вот она, красавица. Что за монета? Копеечка царская, ребят. Копеечка царская. Николаевский образец. Год. К сожалению, пока сказать не могу. Не хочу тереть сильно. Но это отчетливо видно. Копейка. Копейка. 1800 какой-то год. Да, 1860 какой-то. Вот такая копеечка. Интересный фундамент. Интересный. Здесь 24. Здесь царизм 60 какой-то. Пойдет. Я думаю, сейчас здесь надо это повнимательнее походить и покопать все цветные сигналы. А здесь их предостаточно. Ну и капков, конечно, предостаточно. Вон, 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 вон. Короче, много. Но он не шерфленый. Ребят, прошло несколько секунд. Раз ямка, два ямка и все монеты. Здесь тоже, ребят, сигнальчик. Попадается здесь где-то, я видел, кованые гвозди. Но вот здесь что-то сигналит. Вот здесь вот. В этом камушке, ребят. Видите, нет чего-нибудь? Что-то здесь. Бля. Ребят, это здоровое цветное кольцо. Канина латунная здоровая. Из-за этого она... Ай, как мелодично, а! Как будто крупная царская. Ну ладно, ладно. Заберем. Ху, хорошо. Сигналы приятно цветные такие копать. Вообще от души. От души. Процесс приготовления там идет. И здесь шуршат. И здесь шуршат. Аж два, три человека, ребята, шуршат. Один шуршат. Второй шуршат. Третий шуршат. О, смотрите, там. Красота. Отхапка дров и плов готов. Да, и плов готов. И там тоже у нас, тоже. На улице потом очагает. Вот, видите, шеф-повар сидит, командует. А Паша с Казани. Пытается. Соломки режет. А Сережа вон, чистоплю. Ручки моет. Ну, в принципе, что-то похоже. Я же мясо трогал. Мясо трогал. Сырое такое хорошее мясо. Вот. Ты понял, что надо рукой держать, пальчик? Не так, а надо пальчики подгибать, ешкин кот. Нет. Да. Вообще руки. Вот, он понял. Паша, хорош жрать, Паша. Смотри, борода какая, блин. Сейчас, короче, когда вон тебе будут грязные, мы дойдем до этого, до черного ворона. Мне кажется. Сереж, хорош пить, Сереж. Соль, соль, соль. Жень, хорош готовить. Жень, соль, соль. Жень, соль, соль, соль. Хорош жрать, Жень. Соль, давай. Кирюх, хорош курить, Кирюх. Блин, ну, так получается. Костяночек, хорош играть. Это Костяк. Ириш, хорош пить. Хорош пить. Завидуйте, ребята, завидуйте, кто не приехал к нам. Вон там. Красота, готовится к плову. Вкуснятина, у меня уже, я не знаю, желудок сосет. Уже два часа жду, когда же плов, сука, приготовится. Слышь, вину, разливай давай. Слышь, я загружаю, ребята. Разливай. В поиск 63 загружаю виду, видя, ну, там уже вон лайки у нас пошли. Угорают там, да, на нашем видео, да? Красавцы. Загружай новую видос. Ребят, Паша, Паша, Паша Колпаков. Паша Колпаков, в чате у нас активный участник. Так что вот так вот, ребят, вот так вот у нас Паша выглядит. Вы его знаете, выгляжу как я. Да, как он выглядит. А вон его автомобиль стоит, Копа-мобиль. Целый настоящий танк. Раздевай борода. Где татарская водка? Татарская водка? Нет, это что, это бред. Давай цвета беленькой. Да, вот. Это не реклама. Это не реклама. Ха-ха-ха.